Хитрость и ложь против мира. Так и заглавил свой комментарий Клаус Хельги Донатт в газете Tagus Zeitung. Московский корреспондент пишет. Послание, что Путин якобы поддерживает перемирие на Украине, адресовано благосклонным европейцам. Их, по мнению комментатора, Москва делит, грубо говоря, на две категории. Коррумпированных в бизнес-кругах и полезных глупцов политики и публицистики. Последние отказываются признавать то, что видят. Немецкие журналисты считают, что на них Кремль может положиться. Ведь лицемерную поддержку Кремля они пытаются продать, как проблеск надежды. В газете Noe Asnabrucker Zeitung Кристиан Шаудвайт опубликовал комментарий под названием «Порошенко должен вести переговоры». По мнению автора, без переговоров с сепаратистами Киев не сможет ничего достичь. Порошенко должен пригласить за стол переговоров и Россию, чтобы обсудить прекращение поддержки сепаратистов материально и людьми, заключает обозреватель. Мирный план Порошенко – правильный шаг, уверен Бернт Йохан, руководитель украинской редакции Deutsche Welle. Однако, по его мнению, без участия России он не будет успешным. Бернт Йохан приходит к выводу – войну можно окончить, когда все ее участники готовы к политическому разрешению конфликта. Но в данном случае это не так.